Если предыдущие встречи главы Ленинского района с жителями касались таких насущных вопросов, как благоустройство, дороги, градостроительная деятельность, то минувший семинар был посвящен мерам социальной поддержки граждан, которые включают в себя не только само социальное обеспечение, но и другие взаимосвязанные с ним отрасли, такие как образование, здравоохранение, молодежная политика. Мы когда говорим о том, что в мерах социальной поддержки нуждаются только лишь граждане и люди преклонного возраста, очень часто никогда не говорим о том, что в этой же поддержке со стороны муниципалитета и государства нуждается наша молодежь, наши дети, те, которые еще не стали на ноги и которым еще предстоит пройти по непростому жизненному пути. Вопросы, с которыми люди обращались к главе, были разными. В большинстве своем они касались личных проблем. Татьяна Макарова растет сына инвалида. Доход ее семьи невелик, а необходимые для ребенка лекарства стоят дорого. Чтобы получать их, женщине приходится прикладывать массу усилий. А порой, приходя в аптеку, оказывается, что нужных препаратов и вовсе нет. Пообещал вроде бы как помочь. Я надеюсь, что так все и будет, что и памплицы мы получим, которые нам положены постоянно, 90 штук каждый месяц, которых мы не видим уже второй год. И то, что лекарства будут все-таки поставляться в Улове, что мы будем все-таки их получать, а не покупать. Преимущество таких семинаров в том, что глава пытается дать ответы на полученные вопросы сразу или же дает распоряжение своим заместителям разобраться в проблеме. Председатель районного отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Владимир Безбожный пришел на встречу, чтобы поднять вопрос о доплатах к пенсиям всем представителям этой организации, а также спросить, когда в «Видном» перед днем Победы начнут ветеранам делать единовременные выплаты. Олег Владимирович пообещал, что не рассмотрит этот вопрос и в течение года каким-то образом нам будут помогать. В мае глава проведет еще две встречи. Одну из них в бывшем военном городке Петровское, а другую традиционно в «Видном». Темой последней станет проблема дошкольного и школьного образования. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.